Сегодня 12 июля. Чтобы избежать страшных последствий неурожая, 12 июля 1880 года Самарское губернское собрание решило попросить Кабинет министров Российской империи выделить 918 тысяч рублей. Просьба эта была рассмотрена и выполнена, но несколько позже. Только в самом конце лета российский государь Александр II дал свое высочайшее разрешение на отпуск и спрашиваемые самарским земством суды насчет общего по империи продовольственного капитала сроком на три года. К сожалению, от страшного голода эти меры не спасли. Ровно сто лет назад, 12 июля 1918 года в селе Преполовинка Самарского уезда состоялся общий сбор жителей. Обсудив насущный вопрос о призыве в армию Камучи, собрание постановило не принимать участие в гражданской войне и потребовало возвращения из военного штаба списков призывников. Ежегодно 12 июля во всем мире свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации, а еще сегодня день фотографа. 12 июля были рождены знаменитый американский пианист Ван Клиберн-младший, российский музыкант, певец, лидер рок-групп Ария и Кипелов Валерий Кипелов, актер театра и кино Евгений Дворжецкий, американская актриса Мишель Родригес и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Петров день, Петры, Павла. На Руси Петров праздник был днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую Петровскую дань. Практически во всех крупных городах и селах проходили Петровские торги. Кроме того, крестьяне подмечали, если в Петров день идет дождь, то весь сенокоз будет мокрым. В то же время смены погоды в течение дня, когда за дождем следовало солнце, а затем снова шел дождь, сулило плодородие. Это были лишь некоторые интересные события 12 дня июля. Всего вам самого наилучшего!